В России ежегодно будут индексировать оклады военнослужащих. Об этом сообщает Рубцовск.Инфо со ссылкой на газету «Красная звезда». Федеральному изданию заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова рассказала, что с 2012 года размеры окладов военнослужащих не индексировались, что несправедливо. Ситуацию решено исправить. Первое повышение окладной части на 4%. Произошло в этом году. Следующие индексации запланированы на октябрь 2019, 2020 и 2021 годов. Что касается военных пенсий, то их также увеличили на 4% и в ближайшие три года индексацию продолжат. Технический вуз «Край» бесплатно подготовит школьников к ЕГЭ по физике, пишет московский комсомолец Барнаул. Занятия пройдут в вузе со 2 по 4 ноября. Их проведут ведущие преподаватели кафедры физики технического университета, имеющие большой опыт работы на подготовительных курсах. В рамках подготовки будут рассмотрены тематические задания по механике. Барнаульский аэропорт изменил зимнее расписание вылетов из столицы Алтайского края на остров Хайнань, информирует комсомольская правда Барнаул. Теперь в Китае летают исключительно по зимнему расписанию. Вылеты назначены на 20 часов 20 минут каждую пятницу. Отметим, что прямой рейс на Хайнань открыли в середине августа. Загрузка практически всех рейсов составила 100%. Самбисты из Наукограда победили в первенстве региона, пишет бийский рабочий. В спортивной школе Олимпийского резерва номер 3 собралось больше 260 самбистов со всего региона. На ковер вышли спортсмены из Оринска, Олейска, Славгорода, Барнаула, Смоленского, Красногорского и других районов. Но в итоге первое командное место завоевали бийчане. Федеральный спортивный канал выпустит сюжет о футболе в Барнауле, сообщает Политсибру. Материал готовит канал Матч ТВ. Сюжет будет не только о футбольной жизни Барнаула, но также Иркутска и Улан-Удэ. Дело в том, что в этих городах выросли настоящие звезды российского футбола. На Алтай Александр Ерохин, в Иркутской области начинали Федор Кудряшов, Роман Зобнин и Андрей Ещенко, а Улан-Удэ оказался в списке благодаря Владимиру Гранату. Новый проект на канале Матч ТВ называется «С чего начинается футбол?». В съемочную группу входят два корреспондента и два оператора. Они уже отсняли необходимый материал. Планируется, что 30-минутный сюжет о тройке перечисленных городов выйдет в эфир в конце 2018 года.